Имеет смысл, если у вас есть сильные уклоны, как правило, под особенно стройку, если у вас есть микронеровности на полях, где идет замокание, вам имеет смысл сразу сделать планировочные работы. Более того, очень часто вы заходите, а надо корчевать. Соответственно, вы загоняете бульдозер, который раскорчевывает, частично сразу снимает плодородку. Я вас всех умоляю, буквально в смысле к плодородному слою относиться очень-очень трепетно, потому что вы сможете пополнять его и на полях, которые вам в последствии будете увеличивать именно плодородие своих полей. Поэтому под контейнерную станцию очень разумно снимать плодородный слой, складировать, либо сразу перекладывать на, допустим, на то основное поле, где вы будете вести производство. Уважайте нашу землю и берегите ее с самого начала. Вот вы видите на слайде планировка поля. Здесь именно делается разуклонка поля для того, чтобы убрать микронеровности. Большое значение имеет для того, чтобы вы не огребали больших убытков в качестве зимнего выпривания, либо вообще летнего замокания, в том числе и на ОКС. Дорогие друзья, я приглашаю вас на Конгресс питомниководов России 2024, который состоится 2 и 3 декабря в полюбившемся нам городе Сочи. Нас ждет яркое солнце, витамин D, насыщенная культурная и деловая программа, А еще это отличная возможность совместить семейный отдых вместе с профильным мероприятием. Если вы не сможете приехать очно, то мы подготовили возможность подключения онлайн. Поэтому до встречи 2 и 3 декабря на Конгрессе. Еще хотелось бы сказать по подготовке непосредственно земли. Есть очень хорошие лекции на YouTube-канале Академии питомниководства, о которых Кирилл говорил. И там есть подготовка на 4-летний цикл. Там есть подробные, допустим, Влада Ковальчика про контейнер-станцию. Пожалуйста, изучайте, смотрите внимательно. И те цифры, которые я вам даю, они не являются абсолютной истиной. В ваших условиях это может быть чуть по-другому. Это может быть, допустим, не щебень, это может быть гранит. То есть в зависимости от ваших условий. И, соответственно, вы будете чуть-чуть под себя подстраивать те или иные вещи. Но, тем не менее, вам понадобится в питомнике обязательно дорога. Как правило, удобно ее строить 3,5 сантиметра. Если это очень большой питомник, то 3,5 метра. Если большой питомник, то чтобы 2 машины или 2 трактора разъезжались, магистральные. Имеет смысл строить 7-метровки. Это из реального опыта. Ну и послойно важно понимать, что нужна подоснова. Соответственно, мы выравниваем, выбираем грунт, насыпаем песок. Делаем, укладываем дарнит, чтобы песок у нас с щебнем не смешивался. И обязательно отдельно каждый слой песок отдельно, щебень отдельно. И еще очень прошу щебенку в оконцовке более мелкой фракции зацикливать, чтобы она не двигалась. Вот, имейте в виду, это большое значение имеет. Это несовершенная дорога. То есть вы обязательно рано или поздно ее застелите, допустим, особенно когда будете погрузчики работать. Для того, чтобы определенные части быстро, качественно работать, вам понадобятся погрузчики. Для этого вы, скорее всего, зацементируете внутри теплицы. Но это вот на старте не всегда обязательно делать. Я считаю, по минимуму и те цифры, которые есть, именно говорят об этом. То есть, вот смотрите, 15 сантиметров песка, дарнит, 10 сантиметров гравийного щебня, получается у нас 240 рублей за квадратный метр по материалу. То есть, и вы буквально в смысле, на основе моей лекции, вы сможете вот прямо свои цифры просмотреть. Либо, если кто-то будет делать для государства бизнес-план, либо для инвестора бизнес-план, можно эти цифры за основу брать, которые актуальны на 2023 год. Если вы эту лекцию услышите через года два на YouTube-канале Академии питомниководца, соответственно, учитывайте инфляцию и особенности своей местности. Потому что, допустим, в Крыму щебень 350 рублей стоит, а песок 650-700 рублей за купу. Понимаете? А в большинстве регионов все наоборот. Песок от 300 до 500 рублей стоит, а щебень может доходить до 1000, 1200, даже 1500 рублей. Вот такая ситуация. Поэтому, как бы, здесь вам придется пересчитывать на свои материалы. Но вот обо всех вещах предупредил, чтобы не ленились, сами просчитывали на основе своих реальных цифр. А мои будут именно для того, чтобы как этот, нормально, ненормально, как определитель только этих вещей. Дальше идем. Контейнерную станцию мы должны всегда строить с дренажом. Если вы будете контейнерную станцию строить без дренажей, вы будете огребать очень большие убытки. И качество ваших растений в среднем будет невысокое, а иногда даже низкое. Поскольку любое замокание приводит к выпадам и к снижению качества. Особенно, если мы говорим про П-9, то и чем меньше контейнер, тем больше это значение имеет. К примеру, с Ириной Алексеем Любченко мы уже давно договорились, что у нас в теплице все мультипляты висеть будут в буквальном смысле. И вам рекомендую это делать для мультиплят. Для П-9 мы на контейнерной станции выращиваем, где просто есть обязательно щебень, который моментально воду через себя пропускает вниз к песку. Также хотел учесть на глинистых почвах и там, где могут быть сверхпотоки большие, то есть если где есть хорошие уклоны, то обязательно делайте большие ливневки, чтобы к вам, если вы живете, допустим, ниже по склону, к вам может вода большая сверху прийти. Соответственно, вот эти потоки потенциальной воды, смотрите в буквальном смысле на полях, на размывах, может быть большие ливни и вас буквально будет смывать. Чтобы этого не происходило, вы ищите, смотрите и делайте сразу магистральные водоводы открытого типа и таким образом вы спасете себя от резких ливней. Особенно в условиях юга, где бывают вот эти проливные грады и где бывают потоки с холмов и даже с гор. Вот. Дальше. Важно соблюсти разуклонку. Вот. Это большое значение имеет, чтобы вот эта ливневая вода как можно быстрее исчезала. Больше, чем один сантиметр на метр не делайте, потому что иначе вы будете растения вот здесь будете. Вот. Прошу прощения. Не работает. Вы будете в канаве в своей все растения находить, если вы сделаете больше уклон. Если вы не сделаете уклон, ваши растения будут замокать. Имейте в виду, что на юге и для нежных растений, ну вот такие как многолетние цветы, либо мультипляты, когда вы на закалку выставляете, то обязательно даже на севере они должны быть под теневкой. Просто на севере мы используем теневку 40, да, на юге в Крыму мы планируем использовать теневку 80. В условном Черноземье это будет 60. Вот. Вот эти вещи я специально показываю и акцентирую внимание, что в зависимости от климата и от конкретного вида производства вам нужно делать все условия для растений, а не для вас, для того, чтобы они радовали вас приростами. Дальше. Теплицы. Теплицы огромное количество. Вы, соответственно, размер теплицы будете всегда затачивать под свой участок. То есть есть много фермерских теплиц, которые продаются там шириной 5 метров и шаг 2 метра, да. Вот здесь мы в основном используем шириной 9,60, либо 10 метров и шаг тоже 2 метра. Чаще всего мы вот пятисоточные теплицы для старта используем. Если вы можете это потянуть, а сама теплица без основания и без работы стоит 1,318,000 рублей на конец осени прошлого года. Мы вот именно за эти деньги их и две теплицы дополнительно купили, поскольку не успеваем справляться с объемом производства. И вследствие получения больших заказов мы вынуждены реагировать и ставить новые теплицы. Это касаемо фабрики растений Никитенко. Ну, впрочем, ситуация и в Ярусе, и в Неваке тут то же самое. Основание под теплицу и дорогу внутри тоже надо обязательно делать. Соответственно, имейте в виду, вот, допустим, проезд под трактор, да, можно сначала щебенчатый, но потом с тележками очень неудобно, когда на щебенке. Или, допустим, выгоднее всего, когда вы черенкуете именно, то возить вообще на троллях очень удобно, классно. Особенно при небольшом производстве. В этом случае вы должны обеспечить очень гладкую поверхность. И не просто бетон, а такой зацементированный бетон, дополнительно уплотненный, для того, чтобы на троллях быстро управлять логистикой внутри питомника, товара и людей. Это колоссальное значение имеет даже в малых питомниках, чтобы люди у вас не ходили все время, вот, не находились в дороге. И чем менее гладкая дорога будет в теплице, тем больше люди у вас будут ходить, а не разгружать, не действовать непосредственно, не выполнять свою работу. И само, помимо дороги, само основание мы делаем точно так же, как контейнерная станция. И для мультиплята мы используем такую сетку для уклонов. Она растягивается, чтобы мультиплята висели, буквально в смысле в воздухе, она 15 сантиметров. Даже я центровый, по ней хожу, и она практически не мнется. Ну, а лучше, конечно, дощечку класть, если вам нужно пройти по этим растениям и просмотреть детально какие-либо растения, либо опрыскивать. Вот эти, по подготовке, на что ставить ваш товар, вот, имейте в виду, чтобы справлялись. Также еще внутри теплицы имеет смысл не только теневку сверху, но даже больше имеет смысл зачастую теневку микроклимат делать внутри теплицы, имейте в виду, по поводу теневки. Есть два способа использования, и когда очень жарко, имеет смысл их все использовать. И также коньковую вентиляцию, имейте в виду, чем южнее, тем она сильнее необходима. А даже вентиляторы, чтобы сгонять лишнюю жару, вот, чем южнее, тем это просто необходимо. Вы без этого либо сожгете, либо сварите ваши черенки, либо растения готовые. Идем дальше. Парники, вы знаете, я хотел бы выразить огромнейшую благодарность нашему ведущему специалисту, нашей всей отрасли, это Татьяне Васильевне Смирновой, за то, что она приоткрыла глаза не только нам, на самом деле огромному количеству людей помогла в реальности. И вот, Татьяна Васильевна, вот, ей-богу, вам спасибо за то, что вы продвигаете всю нашу отрасль и развиваете. И мы постарались улучшить, добавить, усовершенствовать эту технологию с помощью таких компаний, не побоюсь и рекламы, с помощью института полива, с помощью компании Ламоторф, которая является для нас очень надежным поставщиком, вот, но и является в нашей корпорации на самом деле. Вот, именно с помощью них мы разработали и по поливу, и, соответственно, какие непосредственно использовать кассеты. Мы в основном используем для, этот, легкоукореняемых культур ЕЛ-96, а вот, допустим, для хвойных и для особо важных, более дорогие кассеты, мы 104-е глубокие кассеты используем. Они, этот, в том числе с прорезью, они показывают наилучшие результаты по приживаемости. Итак, по парникам. Мы видим вид сверху, как это выглядит, да? Вот, ширина метр, модуль 6 метров. Вы можете под свои условия модуль сделать не только 6 метров, возможно, и 3 метра, потому что 6 метров, это, этот, ну, чтобы два человека могли нести удобно. Вот, модуль вы можете под себя сделать, этот, и 3-метровый. Почему метр? Это сделано под массовую выкопку, этот, под, этот, ширину между колеса трактора МТЗ-82, и чтобы, этот, либо виброскоба, либо обычная скоба мы могли подрезать и массово выкапывать эти растения, этот, не руками, а уже техникой. Поэтому ширина метра, этот, междурядья между каждыми, соответственно, составляет от 40 до 70 сантиметров в зависимости от вашего ширины колеса, заднего колеса вашего трактора. Вот. И таким образом вы видите вид сверху, и вы видите уже, когда растения укоренились, модули, и вот таким образом дальше продолжается полив. Мы снимаем где-то в 20-х числах июня, снимаем, это укрывной материал, это касаемо в Подмосковье, да, в Крыму мы это будем делать в первых числах мая, уже будет полное укоренение происходить. И таким образом мы получаем в первый же год, мы получаем полностью готовую продукцию. То есть мы в апреле выставили черенки древесные, осенью мы получили уже первый сорт, который годится сразу в зависимости от сильнорослости в С2, С3. Второй сорт годится в П9, либо в литрушку, либо просто для доращивания на больший размер. И третий этот сорт, его, как правило, не так много, он 100% идет на доращивание. Это, хочу что сказать, что это самый простой и самый, скажем так, дешевый в производстве способ размножения растений. Ну, имеется в виду именно сортовых растений, что хочу особенно подчеркнуть. Это делается исключительно для сортовых растений, которые размножаются черенками. Идем дальше. Теперь мы переходим к маточникам. Да, колоссальное значение имеет маточник, вот, и вариаций, какие маточники могут быть, их много. Но вы знаете, что любой ваш парк городской, особенно новые парки, могут быть вашими маточниками. Ваши озеленительские объекты, я знаю, много ландшафтников в питомниководство попадает, и много из озеленения, я когда-то озеленением занимался. И ваши клиенты, и большие, допустим, особенно городские парки и загородные коттеджные поселки, где, допустим, бордюры из перей, либо бордюры из гортензии, там, тысячами. Это есть ваши, в том числе, маточники. И предпринимательство и успех питомниководов зависит именно в том, а смогли вы ли маточник найти. Потому что первые четыре года развития питомника, вас будет катастрофически не хватать маточники. Это я вам, сколько бы ни насажали, вам все равно их будет не хватать. Вот. Но и что важно, построить матрицу ассортиментную. Я про это миллион раз рассказывал, и в Санкт-Петербурге у своих друзей, у компании «Принц-Нова» я показывал непосредственно на квойных, как строить матрицу. Я сейчас не буду уделять внимания, потому что я этому посвятил целую лекцию, и этого недостаточно. Но вот говорю, что делайте по матрице, иначе вас будут большие проблемы ожидать. Потому что самая большая проблема у начинающих – это ассортиментные перекосы, когда вы топовые растения быстро продали, а не топовые у вас встряли. И вы думаете, что они не нужны. Вы потом увеличиваете топовые размеры, а вообще не посадили то, что тоже нужно сажать, только в правильном количестве относительно топовых позиций. Ну и, в принципе, вы должны понимать, а что есть топы растений и так далее. Для этого, я надеюсь, мы сегодня и собрались, чтобы в этом тоже подразобраться. Вот. Второй пункт. Вы должны определить площадь питомника. Что имеется в виду площадь питомника? Это какая-то схема посадки для растений. Поскольку у нас обязательно будут карлики, полукарлики, сильнорослые. Соответственно, вы схему посадки будете разную использовать для этих растений. Вот. Ну и понять, сколько с куста можно снять черенков. Да. Вот. Допустим, с японских спирей, вот, там, если вы двулетку посадите, то через два года вы уже сможете снимать по 200-300 кустов. То есть, там очень много черенков. Вот. А, допустим, с гортензией, казалось бы, невероятно классно растет, классно укореняется. Только черенков вы с куста много не получите. Вот, собственно говоря, это одно из, почему она такая дорогая на рынке. Потому что, сколько бы вы ни сажали, вот, то все равно будет ее не так много. Но я знаю, что, этот, те, кто в гортензию вложились, вот, вы скоро отхватите, я знаю, очень крупные питомники, которые, этот, все, все наращивали, гортензии, ее не хватало, не хватало. И вот уже, я знаю, что миллионами гортензию черенки, миллионами будут высаживаться этой весной. Поэтому не стройте на одной культуре свою матрицу. Вот, умоляю вас, влипните, и вы будете сами в этом виноваты. Делайте определенную диверсификацию в рамках одной технологии. Вот, вот, что очень важно. И тогда вы будете востребованы на рынке, и вы будете намного вести безопаснее свой бизнес. Дальше идем. Водоем. Смотрите, я поставил, этот, то, когда мы делаем на больших, этот, если вы землю еще не нашли, находите возле водоема. Не надо вам строить водоем, в буквальном смысле. Находите возле пруда, находите там, где уже есть нормальная вода, вот, имеется в виду, не из-под земли добытая, а сверху, потому что качество этой воды, она прогревается, и качество ее, как правило, выше, чем добытая из скважины. При этом себестоимость воды, добытой из водоема, близлежащего, либо речки, себестоимость добытой воды намного дешевле. Вот, поэтому я вас, этот, призываю не строить водоемы. Для того, чтобы нет водоема, нет проблем. Но вы тогда должны найти почву, найти такое место, где уже эта задача решена до вас. Но, если вам нужно строить, то, соответственно, ожидайте, что тысячу кубометров пруд вам обойдется в 2 миллиона рублей. Вот, плюс-минус. При этом, это вы заказываете не на фирме, а вы заказываете непосредственно, этот, господи, у Димы Ферца забыл, как компания Аква, Аква подскажет мне кто-то, да? Мы заказываем у них, этот, чтобы они насмотрщики. То есть, грубо говоря, я питомниковод, я бригадир и делаю все, понимаю, работы. Дима мне рассказал последовательность работы, это выкопать корыто, вот, срезать углы, вот, вывести, этот, это я своими рабочими могу сделать, просто следя, вот, сделав угол 45-60%, вот, для того, чтобы земля не посыпалась. Дальше идет специальный геотекстиль, такая подложка, для того, чтобы пленку как можно дольше сохранить, ну, и, соответственно, сама пленка. И мы заказываем шеф-монтаж, все остальные работы выполняем. Но вот из нашего опыта, 23-го года, получилось этот, ну, один куб, этот, соответственно, сколько там, 2 рубля, да? Вот, это недорого, я считаю, но, вообще, 2 миллиона жалко. Вот, поэтому будьте умнее, находите землю, где вам не надо будет 2 миллиона тратить. Продолжение следует... Около 60-ти сантиметров, у основания труда до метр восьмидесяти. В итоге глубина будет по пленке 2 метра. Пруд у основания 23 метра на 23 метра, вверху 25 на 25. Приблизительный уклон является 60 градусов. Здесь достаточно мощная порода, вот, и мы дополнительно экскаватором прокатываем обязательно саму дамбу, для того, чтобы ее не сдавило водой вниз. Вот приблизительно такие вещи мы строим для того, чтобы инфраструктурные вещи строим, для того, чтобы у нас была для безопасности аккумулятор воды. Ну, вот такие новости из Крымова. Идем дальше. Скважина и узел смешивания удобрений. На самом деле здесь еще, конечно, фильтра. То есть в зависимости от того, какой тип добычи воды, допустим, бывает, вы добываете из скважины, вода сразу идеальная. А бывает, допустим, в Подмосковье с железом. В этом случае вы должны железо, это в двухвалентном состоянии в воде находится на глубине 100 метров. Вы когда воду добываете, вы должны докислить железо. А в трехвалентном состоянии железо выпадает в осадок в виде ржавчины. Ну, оксида железа чаще всего в этом виде, оно выпадает в осадок, и уже очищается, оно оседает. Поэтому вам нужен такой специальный аэратор ставить на выбросе. Либо, как мы сделали в Неваке, мы просто по ручью пустили, и у нас метров 70 доокисляется, едва порога сделали. На этих порогах еще вот вода железа, как раз оно когда в процессе выпадает в осадок, и как раз вот видно прямо за год вот такая коричневая оболочка у этих, ну, можно сказать, таких а-ля пруды-отстойники. Потому что еще у нас в водоеме есть рыба. Рыба – это идеальный индикатор качества воды. Потому что вот есть, знаете, еще доброжелатели, соседи с коттеджных поселков и так далее, которые захотят и отравить, и растения, либо сотрудник, который посчитал, что вы ему недоплатили всю жизнь, вы ему испортили, да, вот, который бросит какой-либо гербицид в воду и что-либо. То форель первая сдохнет. И вот форель, я рекомендую держать рыбу, вот, как абсолютно идеальный индикатор качества воды. Вот таким секретом с вами поделюсь. И мы всегда в воду, у нас в водоемах рыба, как только всплывает, это, понятно, сразу проблема с водой. Вот, пожалуйста, имейте в виду. Дальше, фильтра, мы работаем с компанией «Институт полива». Вот она разрабатывает полностью, помогает в зимний период, они делают это вообще бесплатно для питомниководов. Пользуйтесь этими ребятами по полной, и они адекватные цены дают. Собственно говоря, этот, и также осуществляет шеф-монтаж. Схему сделали, вы проговорили прямо зимой, там, либо на больших мероприятиях, да, встретились, либо приехали вплоть до, это, там, в Воронеж, да, вот, ну, потому что, в основном, этот, в Черноземье, на юге, там, ну, плюс-минус до Воронежа всем около, в основном, 400-500 километров. Доехать, поработать с ребятами, договориться, но зато у вас будет полноценный проект, то есть я опять призываю вас работать через проекты. Вот, вам сразу посчитают полностью всю систему полива, соответственно, рассчитают правильно магистрали. Сколько я раз огромное количество видел перестройку магистрали, даже мы в Ярусе в двух местах перекладывали, нам не хватало пропускной способности. Допустим, 110 трубы нам приходилось на 130 перекладывать для того, чтобы качественно поливать все свои 180 гектаров питомника. Вот, чтобы не делать ошибок, делайте сразу проекты, вот, и сразу понимаете, куда и сколько объема вам понадобится воды. Ну, и хотел бы сказать, что узел смешивания удобрений, чем он прекрасен по своей сути? Тем, что только вы можете удобрять вообще весь питомник. Причем, в зависимости от инжектора, вы сможете за 1-2 дня полностью удобрять весь питомник, где мы используем химию, да, то есть, собственно говоря, будут растворимые удобрения. И вы сможете лично контролировать объем внесения и дальше уже по активности солей уже смотреть, проверять, сколько вы по факту внесли и какие процентовки вас устраивают. Вы сможете, это реально несложно, благодаря инжекторам и смешиванию удобрений. Мы используем по большей части именно по удовлетворимым удобрениям акварин пятый в первой половине года и в середине, акварин седьмой. И в конце года мы практически всегда используем пикацит. Здесь, смотрите, почему я написал от 800 рублей до 2 миллионов 100, это связано с тем, что, что туда, то есть, какие стартовые условия. То есть, одно дело водоподготовка, то есть, вы добыли воду, вы налили в пруд, и другое дело, это вы ставите мощные насосы и толкаете воду. Чем больше, соответственно, у вас поле по горизонтали и по вертикали, тем дороже будет насос, чтобы проталкивать этот объем воды. Поэтому система, система, вот, в итоге вам обойдется на, чтобы идеально качественно 2 гектара по проекту, который я вам показал, проталкивать через все-все-все-все 16 трубочки, да, вот, и через все сплинкера, вот, и чтобы вы могли успевать поливать за 12 часов, либо вечера и дня, да, вот, за рабочий день, то вам понадобится, вот, вы меньше 800 тысяч рублей в итоге не вложите. Но я хочу сказать, что всегда есть варианты, и вот вам вариант самого дешевого насоса, это отличная система. Если у вас возникает вопрос, что Оленик там что-то наговорил, там 2 миллиона 800 тысяч, какой ужас, и вы знаете, вы чаще всего будете правы. Вот эта система стоит 12-15 тысяч. Всегда лучше поливать, чем не поливать. А вот к 800 тысячам вас приведет судьба, вот, в любом случае. Вот, ну, это ваш будет путь. Я предлагаю мне на слово не верить. Я предлагаю все, оплачивать убытки своим карманом.